МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 первого этажа, провели в них ремонты, полностью сделали ремонт в отделении почтовой связи и установили новую мебель. Кроме того, благоустроили территорию и привели в соответствие к существующим стандартам системы тепла и электроэнергии. К слову сказать, только по теплоэнергии мы получим экономии больше 30 миллионов в год. У одновленном отделении новые формы работы с клиентами. У День открытия тут одразу проводят акцию День шытача, у делу якой примают простоуники республиканских и гомельских периодичных выданий. Тым, кто оформляет подписку на газеты и часописы, печатное выдание у подарунок и у делу безпроигрышной лотереи. Настасья Кучинская, Михаил Рабко, телерадио «Компания Гомель». 30-го червяня у Беларуси завершается приватизация жилья. С 1-го липеня усе кватеры, на якие не будут оформлены необходные документы, будут переведены у категорию арендных с отповедной оплатой. Олег Сенцеров потекавился станом справ у одним из районов Гомельской области. Жилый фонд Жлобина и Жлобинского района ЗАРСГ – это 534 домы. На сегодняшний день неправатизованными застаются 6% у кватера, хоть не выключено, что до конца месяца эта лизба сменчится. Все рода тех, кто не ожидает набывать жилье в приватную властность. Перш за все одинокие пенсионеры и маломаемые граждане. Меж тем, когда за весь попередний месяц документы на приватизацию на Жлобинске накировали 70 человек, то за первые 10 дней червяня уже 40. С костом кватер у областном центре местовое жилье неправнальное. Самая великая сумма, которую необходимо заплатить за двухпокайовую кватеру у Жлобине – 450 млн рублев. У вугле эта сумма залежит от шмата яких факторов. Место знаходжения дома, материалы, за кого район побудованы, и навыд термина подачи заявы. Гады-два тому приватизация каштовала у разы тонней. Уся справа у так званом индексе будовничо-монтажных работ. Разница по сравнению с 2013 годом уже в два раза, потому что индекс в 2013 году где-то был 15 в среднем, а сейчас он уже 32. Индекс на строительном монтажные работы, который применяется при расчете. У сельске мястоусе аналогичное жилье каштое, звычайно, тонней. Причем эта розница вылечается десятками млн рублев. Одна из причин – специально коэффициенты, якие применяются при оценке кватер. У центра города у цену поэлечить на 20-30 процентов. У весы на дворот снизить приклада на 10 процентов. Сколько будет каштовать неправатизованное жилье, переведенное у категорию арендного, докладно по кульневе дома, а летое, что коммунальные платежи у таким раз и поэлечиться, ведовочным. Разумствуем у грамадян еще есть махчимость отримать кватеры во властную майомость. Во пошли дни червеня документы будут приматься до 24 годин. С момента подачи заявления в течение месяца местные органы власти должны принять решение о разрешении приватизации жилья. Еще гражданин дается год на то, чтобы в течение этого времени оплатить первоначальный взнос в размере не менее 10 процентов и нотариально заключить договор и зарегистрировать свое жилье в быты, в органах регистрации. С этого момента он становится уже, скажем так, собственником своего жилья. Олег Синтеров, Евген Макеенко, телерадо и компания «Гомель», Жлобинский район. Дарешая размова про приватизацию жилья пойдет завтра в программе «Деалог». Гостем студы будет намесник генерального директора Гомельской областной жильево-коммунальной господарки Олег Спиридонов. Программа выйдет в эфир на телеканале «Беларусь-3» в 18.30. Свои вопросы вы можете задать пателефановавши по номеру и промога эфиру у Гомели 77-68-45. Сегодня у редакции газеты «Гомельская правда» отбылася промая телефонная линия с представниками Гомельского областного объединения профсоюзау. За одну годину у адрес специалистов прагучала каля 10 пытаннеу. Агульной темой стало захавание працонного законодавства. Дарэч, такие промые линии проходят каждый месяц. Однако тлумачальную працу гэтая люди ведут постоянно. Так что денья не дают каля 20 тлумачэнёй и меркующий по зворотах зараз самое хвалюючая людзей пытанне. Гэта в отпуск без захаванне заработной платы за трымка выплаты травматизм на працонным местце. Менавито гэтае пытанне частей за остатне гучали и подчас промой линии. На некоторые из них отказы поступили одразу. Иншые стали подставой для проведения проверок. Было обращение с одного из предприятий в плане несвоевременности, компенсации выплат командировочных, вопросов нарушения коллективного договора. Мы уже определили, что на это предприятие мы выйдем, так сказать, с проверкой и с мониторингом и посмотрим все вопросы. Можно также консультацию по трудовым и социальным вопросам получить у начальника юридического отдела. Телефон 710107. И в рабочее время дом профсоюза в 5 этаж 511 кабинет будет оказана помощь. Дана консультация, разнесены нормы законодательства. У апошния годы у Гомельской области знижается колькасть патанулых. У минулым годе на водоемах загинули 40 человек. Гэта самый найменший показчик с 1971 года, калі пачалі вести статистыку. На дадзіны момент. С пачатку года у в області патанулі 8 человек. З їх пятера – рыбаки. І толькі адзін чалавек загинул патчас купання. У минулым годзі на гэтый момент було зафіксовано 14 смертельных заходаў. У Гомельской області більш за полторы тысячи водоемаў і зразуміла, што за усіми сачыць немагчыма. А таму важной часткай працы асвода з'являецца профілактичная работа. Дзякуй чайой і отрымалася знизіць колькасть несчастных выпадкаў на воде. У сёлітні купальны сізон, які пачаўся першага мая, у регіоні працой 15 выратавальнық станцій, 12 пастоянных і 11 сізонных пастов. І хаця пакуль на двор ёй не спрыяе паходам на пляж, выратавальнікі працуюць в азмозненым рэжыме. Супрацойнікі асвода з пачатку года ўжо выратавалі 13 чалавек, шастёра з'ях – непаўналетні. Дарэчы, мінавіта гэтай катэгоры ўдзіляюць асаблівую увагу. У лєтку дзеці прадоставлены самі сабе і часто бавяць час ля вады. Проведена совместно со всеми субъектами профилактики, прежде всего с учреждениями образования, большая работа по подготовке к упальному сезону. За этот период практически прошли выступления и занятия с детьми во всех учебных учреждениях и во всех дошкольных учреждениях с детьми. Выступили наши работники на всех родительских сабраниях, где вели диалог с родителями по поводу обеспечения безопасности детьми. А также этому вниманию уделяется большое при выступлениях в трудовых коллективах. Прадставников Совета у старшоклассников з усіх районов Гомельщины у черговый раз сабрав областный профильный лагер для лидеров в учнёвского самокеровання. Открытие отбулося у Гомельским областным палаце творчасти детьей и молодцы. Программа лагера – это 9 дней, наполненных тренингами, интеллектуальными гульнями, туристичными походами и встречами с представниками улады. За гэтый час юные лидеры распрацуют и реализуют широк социальных проектов, а также встречаются с начальником управления эдукации Гомельского облаканкама Сергеем Порошиным. Им представится мягчимость рассказать ему про свои досягнение и задать хвалюющее питание. До речи, областный профильный лагер лидеров в учнёвского самокеровання исходит с 2009 года. За гэтый час традиционными темами обмеркованья с представниками улады стали пытанье профориентации, энергосберегающих технологий, здорового ладу життя и шмат иншага. Я считаю, что это очень полезно, потому что, как правило, они потом звонят, приезжают, они становятся председателями студенческих советов, председателями профсоюзных комитетов у себя в вузах. Наши ребята уходят в жизнь подготовленную. Сегодня означается сусветный день донора крыви. Гэтая дата промеркована до дня народжения Карла Ланштейнера, медика, який в 1930 году отримал Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие групп крыви у человека. У Гомелли до сусветной акции долучилась и инициативная группа Белорусского товариства «Червоного крыжа». Волонтеры рассказали прохожим, как, коли и где можно сдать кров, таким чином вырытывать жизнь тем, кто имеет это потребу. Очень много людей откликаются, всегда интересуются, спрашивают. Есть очень много доноров, сдающих кровь семьями, приводят с собой друзей. Есть прям целая династия, которые сдают кровь именно на безвозмездной основе. Мэтас у светного дня донора крыви выказать подяку необъяковым людям. Навуковцы высветлили, что у доноров высшее, чем у остальных иммунитет, меньше риска возникнения сердечно-сосудистых захворваний, у приватности инфаркта, миокарда и инсульту. По статисты, цессионнее переливание крови проводится кожному третьему же хору на планете. Подробясь неоптим, як стать донором у Гомелли, можно доведаться на сайте www.donordefizgomel.by. Гомель стал удельником Международного велотура «Спорт за мир». Мэту объеднать 50 краин свету одним маршрутом реализуя грузинский громадский деятель «Надар-Беридзе». Немаючи навыков профессийного велосипедиста, гэтый апантанный человек сбирается проехать у три этапы больше, як 50 тысяч километров. Первый участок шляху он уже передолел, проехал на своем велосипеде от Тбилиси до Алматы, а мальше с половой тысяч километров. Зараз знаходится на другим этапе, хоча проехать усю Беларусь. Далей, пасля трехтыдневого перапынку, отправится з у Ладзевостока до Тбилиси, празли Сабон. У кожным городе сустрэча с мясцовыми аматорами велосипедного руху, грузинской дыяспорой и обовязкова с журналистами. Про СМИ хоча донести думку. Усе люди повинны быть здоровыми, жить у миры и повазе один да одна хо. Одним словом, это общественный заказ, как бы народная дипломатия за мир. А задачи, естественно, спорт, здоровый образ жизни, здоровая семья, здоровое общество. Гэты, а так сама иншая новинны, вы можете знайсти на нашым сайте у интернете по адресе www.teveragomil.by. На гэтым выпуск завершены. У студы працавала Наталья Гнатенко. Я и мои коллеги жыдаем вам удалого вечера. До новых сустрэч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова